Здравствуйте. Влад, и ребята, за что? Не за что. Ребята, не за что. Наша армия и наша страна опозорилась на весь мир. Доверила командовать бомжу Сталину безграмотному чурке. Отсюда у нас такие потери, и Вторую мировую войну организовал Сталин собака. И отсюда такие жертвы. У нас в 7 раз больше, чем у немцев потери. Мы победили. Вам спасибо за наше будущее. Нет, не мы победили. Сталин, когда окончилась война, он отказался принимать награды и сказал, я войну проиграл, парад принимать не буду. Говорит, конюху жопу, ты будешь на кобыле принимать. Один класса, другая, ты будешь гад принимать. Не-не-не. Первая победа, знаете такое понятие? Первая победа. Нет. Дайте тогда по святку разниклина, не знаете. Ладно, и ты дай тоже. Спасибо вам. Я хорошо говорю? Да. Вы не встречите больше такого участника войны, как я. Может быть, одного из тысяч, который вам скажет правду, чтобы вы понимали, что к чему. Как вас зовут? А? Василий Иванович меня зовут. Василий Иванович, что для вас истинная вера в победу? Что? Что для вас истинная вера в победу? И кто такие настоящие герои? Нам важно донести до нынешнего покорения. Проходите, проходите. Будете генерал-полковниками. Да, да, да. И вы тоже. Да, да, да. У вас, по-три звездочки, будете генерал-полковниками. Проходите, берите своих друзей. Да, куплю. А, спасибо. Кто такие истинные герои? Истинные герои? Ну, как вам сказать? Покрышкин, Кожедуб. Которые, значит, самое... Воевали по-настоящему, понимаете? Ну, у нас мало было героев. Истинные герои. Истинные герои... У нас не нашлось истинных героев пристрелить Сталина. Или задушить его собаку. И отнять у него командование, как Наполеон. И командовать армией. У нас бы не было таких потерь. И Второй мировой войны бы не было. Сталин, гадюка, развязал Вторую мировую войну. Он же напал вместе с немцами на Польшу. И польских офицеров 40 тысяч расстрелял. И 200 тысяч польской элиты истребил на Урале. Еще вы узнаете потом.